Привет, мои дорогие! Сегодня будем готовить с вами коктейль из ряженки Худеем правильно, который я показывала в анонсе Частенько его делаю Сейчас не сезон для свежих ягод Поэтому буду делать замороженные А так обычно можно использовать любые ягоды Особенно если это лето То это и клубника, и малина, и смородина, и земляника В общем, все что угодно, все что есть у вас под рукой Для этого нам потребуется ряженка Такая я использую обычно 2,5% И частенько я беру останкинскую в стаканчиках Либо варенец, но не нашла я сейчас такой Поэтому у меня отъем не мелко, но это не важно В принципе тоже стараюсь, чтобы она была не 3,2 или 4, а чуть меньше процента Не менее вкусная Потребуются нам ягоды Я сейчас буду использовать бруснику замороженную Очень вкусный получается коктейль с брусникой Здесь где-то полстаканчика Понадобится нам банан Творог вот такой на нулевочку отвалил Мягкий, очень хороший творог Сахар по вкусу Сама емкость, в которой мы все это будем готовить Обычно я использую такую с градуировочкой стакан И погружной блендер С помощью которого мы все это будем готовить Не обязательно погружной, то есть любой Мне просто удобно использовать такой А что я делаю? Выливаю ряженку Выливаю ряженку Добавляю в нее творог Он имеет вот такую консистенцию То есть он достаточно такой густой Из мисочки Просто в полном объеме делает вот так плюх У меня утонул в ряженке Банан Так вот слегка измельчаем его И блендер То есть все это мы засыпаем И теперь измельчаем с помощью нашего блендера Так вот И теперь уже в самом конце, когда мы все это взбили, то есть получилась вот такая вот однородная масса красивого, яркого, розового цвета, туда мы просто по вкусу добавляем уже сахар и перемешиваем. Можете добавить мед, то есть это опять же на ваше усмотрение, также как и ягоды, такие, какие вы любите. Даже замороженные, это может быть и глюква, и клубника, кстати, такой раскубник очень вкусный получается. С брусником мне нравится, частенько делаю. Получается вот такой коктейль. Можно использовать чуть больше вяженки. Обычно я добавляю где-то 2 полных столовых ложечки сахара. Не делаю его сильно сладким. И вот с помощью таких коктейлей можно делать, в принципе, разгрузочные дни. Вот, это не сильно много по калориям. Опять же, белок в сочетании с углеводами мне нравится так больше, чем просто чисто белковые дни. Вот, получился очень вкусный такой коктейль. Спасибо за внимание и до новых встреч! Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...